В.Путин. Подобные учреждения. Во всем мире университетские клиники, они представляют собой достаточно сильные учреждения, и так как там сконцентрирован сильнейший кадровый образовательный потенциал, самые современные технологии, это база для большинства клинических исследований. И это возможно связано, что в этих странах немножечко другая система оказания онкологической помощи, она отличается от той, что организовано у нас в стране. Но тем не менее, всем известно, что у онкологической службы страны есть достаточно много вопросов к оказанию помощи онкологическим больным в многопрофильных учреждениях. Я здесь беру, в общем-то, все многопрофильные учреждения, и больницы, и университеты. В первую очередь, это отсутствие преемственности лечения, это низкая онкологическая грамотность специалистов, это отсутствие возможности проведения комбинированного комплексного лечения с акцентом только на хирургические технологии. И еще много-много замечаний, которые вы видите на слайде. Ну и, в принципе, с чем мы встретились уже почти пять лет назад, когда мы решили заняться организацией онкологической службы в нашем университете. Как я говорю, что лечение онкологических пациентов было представлено в основном онкохирургии, отсутствовала профилизация кафедр и клиниках. В университете существует достаточно много хирургических кафедр, на которых занимались одними и теми же проблемами, и зачастую не общались даже между собой, и дублировали работу друг друга. Клинические подразделения, они не соответствовали порядку оказания помощи по профилю онкология, не организационно-штатно, не по наличию необходимого оборудования. Не было возможности проведения современной лучевой терапии, не было отделений химиотерапии, и практически отсутствовал контакт и интеграция сотрудников университета в профессиональные сообщества. То есть были доклады на хирургических обществах, а в онкологических профильных сообществах практически никто о работе подразделений университета не знал. И соответственно, как всем известно, медицинская помощь онкологическим больным это вообще хорошо организованная командная игра, существует под четко определенным правилом. И если вот эти правила не соблюдать, игра становится достаточно неприглядной и совершается очень много ошибок. Правила игры четко определены. Они определены и приказом министерства, они определены национальными рекомендациями, они определены международными клиническими рекомендациями. Поэтому, по сути, как лечить пациентов на современном этапе, все прописано. Другой вопрос, насколько это соблюдается. И, соответственно, мы поставили задачу выстроить современную систему оказания специализированной медицинской помощи в условиях многопрофильной университетской клиники. Это была непростая задача, потому что университет это огромное подразделение, имеющее большой свой коечный фонд, огромное количество, около ста клинических подразделений, и каким-то образом это все синхронизировать и наладить эту работу, ну, оказалось непростой задачей. Сюда входит и клиническая составляющая, и образовательная, и научная. Обо всем можно достаточно долго говорить. Я остановлюсь только вот на основном моменте, на клинической составляющей, потому что она, наверное, стоит перед всеми, кто трудится в многопрофильных учреждениях. Основные мероприятия, которые мы провели и которые позволили, как мы считаем, нам разобраться во всей этой большой сложной структуре и систематизировать ее, это следующие. Ну, во-первых, была организована непосредственно онкологическая служба. Введена координирующая должность заместителя главного врача по онкологии. Был утвержден порядок оказания медицинской помощи больным онкологического профиля в университетской клинике, адаптирован под организационно-штатную структуру университета. Были созданы профильные онкологические отделения, соответствующие абсолютно порядку оказания медицинской помощи больным по профилю онкология. Ничего бы не получилось без внедрения и активного применения медицинской информационной системы. Локальный МИС, потому что только работа в медицинской информационной системе позволила достаточно комфортно охватить весь пласт работы. Были созданы два отделения химиотерапии с соответствующим штатом, возможностями. Об этом я скажу далее. Было оптимизировано отделение лучевой терапии, радиологии, был куплен новый линейный ускоритель и устройство аппарат для проведения брахитерапии. Соответственно, появилась возможность проведения пациентам университета полноценного комбинированного лечения в случае необходимости. Однозначно без работы нашей морфологической службы, без работы молекулярно-генетической лаборатории говорить о составлении какого-то плана лечения и лечения сейчас таких пациентов тоже не придется. Поэтому достаточно такая у нас плотная работа была с патоморфологами и с молекулярными генетиками. И вот основным ключом к организационным вопросам была организация эффективного механизма онкологической комиссии, консилиума, как сейчас принято говорить. И дальше я хочу вот несколько слов сказать, как это работает. Значит, в двух словах, что у нас коечный фонд по профилю онкология составляет 165 коек. Значит, структура онкологической службы представлена достаточно стандартно. Это хирургия, химиотерапия, радиология. Онкохирургические подразделения представлены 10-ю онкологическими отделениями. По сути, это абдоминальная онкология, таракальная онкология, гепатобилиарная, гепатопанкреатобилиарная хирургия, онкология, эндокринная онкология, онкомомология, онкоурология, онкогинекология, нейрохирургия, в клинике, в которой большую часть пациентов составляют онкологические больные, и узкоспециализированные клиники лор и челюстно-лицевой хирургии. То есть достаточно и в каждом из этих направлений есть специализированное онкологическое отделение. То есть достаточно большой спектр проблем мы занимаемся. Значит, структура химиотерапевтических подразделений. У нас есть два полноценных отделения химиотерапии. Одно отделение, где сконцентрированы и онкогематологические, в частности, пациенты с лимфомами и больные с солидными опухолями. И онкологическое отделение номер 9, где сконцентрируются все пациенты, которым требуется комплексное лечение солидных опухолей. Также площадки для проведения химиотерапии, организованные на отделении теракальной онкологии и абдоминальной онкологии. Имеется, как я сказал, радиологическое отделение, в котором имеются линейные ускорители и имеется возможность проведения брахитерапии. Если посмотреть по объемам работы, допустим, выполнено 1348 операций по высоким технологиям, проведено больше 1000 эпизодов химиотерапии и около 300 лучевой терапии. Значит, согласно порядку оказания медицинской помощи больным по профилю онкология, медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, тактика медицинского обследования и лечения устанавливается консилиумом врачей, онкологов, радиологов, с привлечением при необходимости врачей других специальностей. И обязательно решение консилиума оформляется протоколом, подписывается участниками и вносится медицинскую документацию. Сейчас, когда очень много больных проходит лечение в рамках ОМС, наличие вот этого консилиума, оно вообще стало обязательным. Поэтому перед нами стала задача организовать работу неформальную, а реальную работу вот этого онкологического консилиума. Были созданы приказы, как я говорил, о порядке оказания помощи, адаптированной под работу университета, и о создании онкологической комиссии, где полностью прописана работа этой комиссии, назначены ответственные за то или иное направление и определено время ее работы. Комиссия у нас проводится ежедневно, может проводиться по требованию, если срочная ситуация возможна, проведение амбулаторным и стационарным пациентам. Проходит она несколько этапов, заполняется эпикрис лечащим врачом в информационной системе медицинской, потом рассматривается она членами, этот эпикрис рассматривается членами онкологической комиссии, составляется протокол этой комиссии, и только потом оформляются документы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Вот так выглядит заполненный, для примера, просто эпикрис на онкологическую комиссию. Возможно, если пациент приходит амбулаторно, чтобы не терять время, можно сканировать и добавлять документы, и это все видит члены онкологической комиссии. И итогом всего является вот этот протокол, доступ к оформлению этого протокола имеет только один человек, и когда лечащий врач приходит оформлять квоту или документы на ОМС в это, если в базе нет вот этого протокола, и пациент не прошел комиссию, просто пациенту не разрешат госпитализацию в университет. Поэтому это, и в итоге, в итоге, это стало ключом к наведению порядка с этими пациентами. То есть, если пациент не прошел амбулаторно-стационарно на этой комиссии, пациент просто не может быть госпитализирован, ему не могут оформить документы, ему не оформляют документы на квоту или ОМС в это. Значит, достаточно большая работа ежедневная, сейчас порядка 30 комиссий проводится каждое утро. Еще очень важный момент, ну, хорошо, комиссии. Комиссии тоже проводят люди и так далее. На что ориентироваться? Рекомендаций много, как я перечислил, вот этих правил много. И, соответственно, еще в начале пути мы занялись разработкой внутренних протоколов, которые основаны, соответственно, в национальных клинических рекомендациях. Также мы взяли за основу внутренние протоколы Национального исследовательского центра имени Николая Николаевича Петрова. И, соответственно, по всем нозологиям были составлены внутренние протоколы, на основании которых принимается решение этой комиссии. Если предлагаемая тактика не выходит за рамки общепринятых рекомендаций, тогда комиссия утверждает, естественно, это решение. Если есть какие-то отклонения и так далее, мы тогда связываемся уже с конкретным подразделением и просим прийти и доложить конкретного пациента. По всем нозологиям были изданы методические рекомендации, адаптированные под наш университет. И, соответственно, если попадает пациент какого-либо профиля в клинике, лечащим врачам есть на что посмотреть и ориентироваться, как принять решение. Соответственно, можно говорить еще очень много об организационных вопросах. Мы стараемся сейчас интегрироваться и в профессиональные сообщества, выступать и организовывать специализированные конференции, принимать участие в работе Ассоциации онкологов Северо-Запада. Поэтому, вот если коротко обобщить все, что я сказал, что, на наш взгляд, университетская клиника – это очень хорошая площадка для… площадка в дополнении к специализированным онкологическим учреждениям в регионе. Потому что, особенно в контексте тяжелых коммобидных пациентов, в контексте учебного процесса, образовательного процесса, научной работы, в университетской клинике, действительно, есть очень много возможностей для того, чтобы усилить существующую систему. Мы очень стараемся это делать и, надеюсь, наши труды не пройдут даром. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.